Хорошо иметь дачу. Утром выбежал на грядки, вечером заполз обратно. Всем привет! С вами Александра Вениченко и программа «Сады и огороды Приморья». Лето в разгаре, как и битва за урожай, а мы, как обычно, занимаемся сбором положительного дачного опыта. Сегодня расскажем о поездке в СНТ «Дружба-1», где знают, как решить демографические и жилищные проблемы, как вырастить ранее капусты и помидоры и заработать деньги для СНТ. Знакомство с СНТ «Дружба-1» начнем с правления, где председатель общества Ольга Хадыкина ведет прием по личным вопросам. Кстати, не в каждом садоводческом товариществе правление заседает под собственной крышей. В свое время, когда я пришла, мы заседали на улице, каждый со своим стульчиком, и где-то человек 10 собиралось, всего из 80. На сегодняшний день мы имеем вот это правление. Это результат нашей коммерческой деятельности. Поскольку в СНТ разрешена такая деятельность, мы ее ведем. Мы купили участок, несколько лет им пользовались, затем его продали и смогли купить вот это здание, помещение, сделать площадку и часть этих денег пустить на оформление наших земель, как наших дачников, так и общих земель нашего общества. То есть вот так вот. На сегодняшний день мы тоже некоторую деятельность ведем. Это дает нам какую-то прибавку к нашим взносам. И дает нам возможность вот уже 4 года не повышать членские взносы. И, в общем-то, не собираемся бросать эту деятельность коммерческую. Если у нас будет возможность что-то еще делать, то мы будем это делать. Для того, чтобы наши члены все-таки платили поменьше. Наше общество было создано в 1973 году. То есть это самое начало было дачного движения. Это знамя нашего общества, которое мы изготовили в самом начале моей деятельности. С ним мы ходим на демонстрации, на всякие мероприятия, которые проводит Союз садоводов. И по нему нас знают даже в интернете, поскольку это наш фирменный знак. Вот это знамя. Наши достижения, вот они, так сказать, у нас на стенах развешаны. Мы дважды занимали первое место среди садоводческих товарищей от края. Мы компьютеризированы. То есть мы купили технику, которая необходима на сегодняшний день. Большая работа идет по созданию собственной электрической сети. Ну, начиная где-то с года, наверное, с 12-го, да, Литвин Тонна, у нас проводятся так называемые дружбановские посиделки. Это встреча. Дружба должна быть дружбой. Поэтому мы должны общаться. Вообще, не надо забывать, что СНТ – это все-таки товарищество. Садоводческое, некоммерческое, но товарищество. И взаимопомощь, взаимопонимание – очень важное в нашей деятельности. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». В последнем номере журнала вы можете прочитать материал по баковым смесям, чтобы защитить свой сад и огород от вредителей и болезней. А мы продолжаем знакомить вас с достижениями дачников из СНТ «Дружба-1». В этом году садовод Галина Немчинова уже в середине июня пробовала капусту кальраби. Эта дача мне досталась в наследство от моего деда. Когда эту дачу дед получил, мне было три года. Ну, а сейчас уже так получилось, что у меня есть возможность самой этой дачи заниматься. Поэтому, ну, прежде всего мы экспериментируем. У нас садоводство любительское, мы учимся, читаем много информации, совершаем ошибки, исправляем их, ну и что-то вот пытаемся добиться. У меня в этом году первый опыт. Я посадила капусту кальраби. Ну, получилось, вот попробовали первое, очень вкусное, нам очень понравилось. Ну, вот это вот мой первый опыт. Ну, я так понимаю, что она еще не сильно крупная, но, наверное, потому что она ранняя. Мы поняли, что для этого нужно ее только посадить. И, в принципе, она будет расти. Ну, конечно, какой-то уход минимальный. Посеяли, рассадили, полили. Еще я вам могу рассказать, что в прошлом году мне на день рождения муж подарил теплицу. Вот теперь я еще параллельно изучаю возможности теплицы. Вот если хотите, можем пройти посмотреть. Вот огурчики у меня уже первые завязались, можно посмотреть. Вот красивенькие уже есть. Помидорчики. Ну, вот первые эксперименты. В феврале садила, в апреле сюда высаживала. Ну, вот они уже завязались. А это наш племянник Костя. Он нам во всем помогает, очень любит поливать. Ну, вот это вот я вас знакомлю с членами нашей семьи. Вот это моя мама, Немчина Татьяна Михайловна. Ну, сейчас уже вот она здесь на даче находится почти постоянно. А мы к ней в основном приезжаем. А вот это кошка Муся. Два года назад эта кошка прибилась к нам здесь на даче. А неделю назад у нас случилась большая трагедия. Муся потерялась. Вот потерялась, и все, ушла, и не пришла. Нет Муси. Искали всем обществом. И оказалось, что она просто совершенно случайно оказалась закрыта в гараже у соседа. Вот она к нему забралась, а сосед потом уезжал, уехал и закрыл ее. И схудала, пришла прям худющая, на качающихся ногах. Но к нам пришла. Мы пять дней все переживали. Ну, слава богу, вот она. Все благополучно закончилось. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Если вы еще не купили последний номер журнала, это можно сделать в редакции по адресу Народный проспект 13. За журналом мы приглашаем и победителей прошлогоднего городского конкурса садоводов, выигравших именную подписку. Это телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья». Сегодня говорим о том, как дружно живут садоводы в СНТ «Дружба-1». Давайте заглянем в гости к Ольге Ивликовой. Вместе с супругом и детьми Ольга перебралась в садоводческое товарищество на ПМЖ, поменяв двухкомнатную квартиру на двухэтажный дом. Строительство не планировали, просто хотели приезжать на дачу, отдохнуть, пожарить шашлыки. Потом со временем как-то, может быть, решили построить маленький домик. И потом, ну, как-то так получилось, что и ребенок второй родился, уже здесь растим и очень довольны. Мужа была идея. Я долго сопротивлялась. Я не верила, что у нас что-то получится. Я сомневалась, но потом все-таки мы решились и начали строиться. Мы строим двухэтажный дом, чтобы места хватило всем. И было комфортно и просторно. Свежий, чистый воздух. Дети сейчас на каникулах гуляют целый день на улице, и мы за них даже не беспокоимся. В городе, наверное, такое сейчас вряд ли кто-то сможет себе позволить. Строим, внутри уже все построили, все уютно, все сделано. А снаружи решили оставить на последний момент. Потому что все-таки уют в доме для нас как-то более важен, чем изнутри. Это будет печка. Здесь можно будет готовить вкусную еду, которая будет на костре. И она готовится намного вкуснее, чем просто на электрической печке. Но пока вот муж еще не достроил. Еще в процессе. Очаг у нас. Здесь мы вечерами разжигаем костер и сидим, смотрим, наслаждаемся огнем. Навес защищает от дождя, от солнца. Когда мы купили участок, был только вот этот дом. Больше ничего. Там, где сейчас стоит у нас дом, была грядка с картошкой. Ну вот. В планах снести его часть дома и построить, возможно, баню. Ну, если дом достроен и вложений уже не требуют, конечно, в своем доме, наверное, жить дешевле. Что пугает городских жителей, мечтающих перебраться на землю? Отсутствие в дачном жилище коммунальных удобств, вопросы с детским садом и школой, поиск нового места работы. Все эти проблемы семье Ивликовых удалось решить. Удобства все у нас как в квартире. Вода, унитаз, ванна. Ну, как бы все. Школа. Возим в Надеждинск, в школу. Работаю я также с города, перебралась сюда. И здесь работаю неплохо. Неплохо и по зарплате конкурентоспособная зарплата не хуже, чем в городе. Просто повезло, что здесь открылся логистический комплекс всем известный. И я здесь совсем рядом работаю. Десять лет назад постоянным жителем СНТ «Дружба-1» стал Бахадир Клычев. Его семья, переселившаяся из Узбекистана, за эти годы успела получить гражданство, построить дом. Я сам предприниматель. У меня сфера спецтехники. Мне очень удобно здесь, в дачном районе, работать. У меня семья большой, пять детей, все мальчишки. Мне удобно здесь жить. Почему? Потому что в городе квартира дорогая. Поэтому я выбрал здесь, на дачном участке, купить дом. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Хотите узнать, что обязательно должно быть на участке настоящего дачника? Тогда приглашаем вас на дачу Ольги Хадыкиной. Окончив прием по личным вопросам, председатель СНТ тоже занимается грядками. Я считаю, что на каждой даче, около каждого, в каждой присудебный участок, должен обязательно быть двор. В этом дворе обязательно должен быть стол, за которым может собраться семья, за которым можно друзей принять. И обязательно, ну, хотя бы одна парадная клумба. Вот моя парадная клумба. Вот это моя коллекция. Я собираю лейки. Лейки интересной формы. То есть, например, вот эта лейка, мне ее подарили, эта лейка называется «Прованс». А вот это вот те формы, которые я нашла в наших магазинах, ну, они необычные. Вот тыква, это как китайский чайник, это клубничка. Обратите внимание на этот стул. Этому стулу 60 лет. Мне его подарили. Он был сделан еще где-то в старые-старые годы. Мы его привели в порядок, отполировали. И теперь он у нас стоит как трон. Ну, на все тут, в общем-то, вот это вот, скамейка своими руками, это муж с дочерью делали. Поскольку участок у нас в пейзажном стиле, у нас очень много хост. То есть, я вот их тоже как бы собираю, коллекционирую, выписываю, покупаю. И собрала уже у меня штук, наверное, 12 всяких разновидностей, но крупные. Сейчас я перешла на более мелкие. Она растет, как сорняк, в любом состоянии, на любой земле, в тени, на солнце, как угодно. Это такое благодарное растение, что я считаю, что всем надо его иметь. Оно единственное у нее недостаток, что она разрастается сильно. Ну, можно ее раздавать соседям. Ну, как видите, у нас зелено и кое-где вкрапление, так сказать, цветов. То есть, ну, нет у меня регулярного стиля. Грядки, конечно, есть. Но как можно на даче без своего, извините, укропчика, огурчика, помидорчика? Это, ну, даже я не представляю этому. Но немного. Лучше всего удается зелень. Зелень мы начинаем выращивать с марта месяца в теплице. И практически все лето у нас зелень. Вот эту розу мы фактически спасли. Значит, она росла на территории гаража, который ликвидировали. Вот эта ветка, вот сколько ныне бутонов, она вся будет свистеть. И так практически каждая, вот ветка, вот ветка, вот уже вот начала цвести, она вся будет усыпана цветами, за что вот мы ее, так сказать, любим. И называем ее наша неубиваемая. Вот этому кусту два года. То есть из вот такого отросточка вот за два года вот такая роза. Для меня дача – это работа и в то же время отдых. Отдых от общения с людьми. Я очень люблю своих членов. Потому что, ну, так подобрались мы как-то, вот сошлись характерами практически со всеми. А что касается отдыха, ну, я всегда мечтала о даче. Потому что я еще раз говорю, я выросла в своем доме. Я всегда мечтала о клочке земли, на котором я буду отвлекаться от своей работы. На этом наша программа подошла к концу. В августе мы снова собираемся в гости. О том, что увидим, узнаем или попробуем, обязательно расскажем вам в следующей программе. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok